МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У многих из вас на слуху выражение «одно окно». Что это такое? Сегодня в программе «Открытый регион» мы постараемся рассказать с гостями-экспертами студии о том, как государственные и муниципальные органы Чувашской республики оказывают свои услуги гражданам Чуваши. Я хочу представить у нас в студии заместителя министра экономики, промышленности и торговли Инны Антонова и представитель компании разработчиков программного обеспечения, технический директор IT-сервиса Сергей Белов. Инна Николаевна, вот я в свое время, помню, еще лет 10 назад, начинала с «Одно окно» в Министерстве юстиции Чувашской республики, и тогда все равно нужно было ходить еще к чиновникам. А что такое современный МФЦ? И что это такое вообще? В соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года номер 601 перед органами исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации поставлена задача обеспечить получение гражданами государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». И охват населения должен составлять 90% к 2015 году. Такое же значение 90% к 2015 году должна быть и удовлетворенность граждан качеством и доступностью получения государственных и муниципальных услуг. Вообще идея создания многофункциональных центров зародилась еще в 2007 году в рамках проведения в Российской Федерации мероприятий по административной реформе. Был изучен опыт зарубежных стран, тех стран, которые еще в 90-е годы XX века начали организовывать подобные центры. Причем в этих странах уровень проведения административной реформы был достаточно высок, и уровень внедрения электронного правительства тоже был достаточно высок. Была у них проведена регламентация услуг, различными хартиями были установлены стандарты предоставления услуг. Конечно, это очень большую роль сыграло именно при организации вот таких центров. Ну, если говорить, какие именно страны, это Бразилия, Индия, Греция, Германия, ну и ряд других. Ну, наверное, в тех странах и рыночная экономика как-то зарождалась, развивалась давно уже, да, и такие процессы были отлажены. А в России, конечно, вот эта формальная ненависть к чиновникам, она основана как раз на том, что для того, чтобы получить какой-то документ, разрешение, это ты замучаешься ходить, да? Развитая рыночная экономика, она, конечно, сыграла свою определенную роль, но и необходимость что-то изменить в имидже чиновника тоже сыграла значительную роль. Даже на Западе, да? Да, даже на Западе, но оприменительно к Российской Федерации мы все знаем отношение простых людей к чиновникам. Чтобы искоренить коррупцию, упростить получение услуги, это и подача документов, и сбор всевозможных справок для получения какой-то услуги, и в Российской Федерации была тоже поддержана идея создания таких многофункциональных центров. А как технологически обустроен многофункциональный центр? Правила организации многофункциональных центров, утвержденные постановлением Российской Федерации, и в правилах установлены четкие критерии и требования к организации деятельности таких центров. Ключевой особенностью автоматизации многофункциональных центров в Чувашской Республике явилось желание максимально использовать наработанную инфраструктуру и максимально интегрировать с имеющимися программными компонентами. Ну, конечно, мы же в Чувашской Республике участвовали в первых пилотах электронной России, да, и наработали очень многое. Да, действительно. Были разработаны как множество ведомственного софта, так и системы регионального уровня. Примерами таких систем служит региональный портал государственных услуг, который был создан еще до единого портала государственных услуг Российской Федерации, который послужил основой для формирования системы АИС-Инфоци. Из него были получены сведения о оказанных услугах, сроках предоставления, правилах оказания, требуемых документах. Вот я правильно понимаю, что стандарт спустили в смысле оказания государственных услуг, а то, что касается технологий, это в каждом регионе наработки были свои, профессиональные разработки? Вот мы в Чувашской Республике выбрали путь такой, опять же, потому что достаточно много было сделано. И уже было сказано про региональный портал государственных услуг. Также были построены центры обработки данных, на основе которых можно было разворачивать необходимую инфраструктуру. Вторым используемым компонентом электронного правительства являются имеющиеся центры обработки данных, в которых сконцентрированы аппаратные и программные мощности, позволяющие развернуть требуемую инфраструктуру для построения многофункциональных центров. Ну и в-третьих, особенностью Чувашской Республики было наличие центров предоставления государственных услуг для граждан. В общественных доступах, да? Которые уже вообще давным-давно были у нас созданы. И в том числе на базе библиотек, на основе которых и были организованы удаленные рабочие места для уполномоченного муфункционального центра. Ну, я бы еще добавила, что как фишка нашей Республики, это создание центров общественного доступа, которые были размещены во всех административных центрах муниципальных образований. И эти центры предоставляли доступ к электронным сервисам. Это тоже еще 10 лет назад. Да, это было 2000... Началась эта работа в 2006 году. Республика одна из первых сделала шаг к предоставлению услуг в электронном виде путем разработки именно вот этих вот электронных сервисов по наиболее востребованным для граждан, так скажем, ситуациям. Ну, это представляло из себя что? Там, зашел на сайт, скопировал заявление, там, или образец какого-то документа, да? Зашел на сайт и посмотрел, какая услуга в каком органе власти оказывается, региональном или муниципальном, или федеральном. Ну, то есть, значит, понял, куда нужно идти, да? Да, какой пакет документов, куда идти, какой пакет документов. Ну, изредка, да, там можно было и шаблоны документов распечатать. И потом вот эти электронные сервисы, они все плавно у нас перетекли в региональный портал госуслуг. На базе этих электронных сервисов мы уже делали свой портал госуслуг. А чем же так сильно отличаются вот современные МВЦ? Какие услуги, собственно, в нем оказывают гражданам? Широкий спектр услуг предоставляется в многофункциональных центрах. Сейчас их количество почти 100. И из них услуги федерального уровня. Это 13 услуг, 48 услуг республиканского значения. И от 20 до 59 услуг муниципальных. В каждом муниципалитете установлен свой перечень. В зависимости от востребованности той или иной услуги. Ну, Инна Николаевна, вот это ведь все МВЦ России должны оказывать не менее 110 услуг, как я припоминаю документы, да? А чем отличаются, вернее, какие федеральные услуги, вот мы можем сейчас рассказать гражданам, какие региональные, какие муниципальные, может быть, наиболее востребованные? Понятно, что все их перечислить мы сейчас не сможем. Перечень федеральных услуг установлен тоже постановлением правительства Российской Федерации. Перечень республиканских услуг тоже актами, нормативными правовыми актами Чувашской Республики. Ну, как я уже сказала, муниципалитеты каждый устанавливал сам для себя. Если говорить о наиболее популярных, наиболее востребованных услугах, то из федеральных услуг – это, конечно, услуги Росреестра, все услуги, связанные с регистрацией… – Имущественного комплекса, да, земля, дачи, квартиры, дома. – И тоже самая, наверное, популярная услуга – это услуга Федеральной миграционной службы. – Это выдача паспорта, да. И заграничного, и гражданского. – Да, и общегражданского, и загранпаспорта. Ну, по республиканским услугам очень востребованы услуги по лицензированию образовательной деятельности, лицензированию алкогольной продукции, если… – Торговля это уже, да? – Да, торговля, оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, прием документов мы осуществляем только через МФЦ, дабы опять-таки исключить… – Медицинские услуги, вероятно, которые все больше и больше появляются, да? – Да, ну, услуги социального обеспечения – это всевозможные пособия, и как детские, так и для неизащенных, социально неизащенных категорий людей. Если говорить о муниципальных услугах, то, конечно, очень востребованы услуги по постановке в очередь в детское и дошкольное учреждение, по постановке в очередь на получение жилья, по выдаче разрешительных документов, тоже связанных с предоставлением земельных участков. – Правильно ли я понимаю, что сегодня, в принципе, граждане имеют право выбора пойти им по старинке в муниципалитет или пойти в многофункциональный центр? Или, может быть, даже пойти на портал ЕПГУ, да, и заказать это через личный кабинет? – Человек имеет возможность выбора, но, как мы знаем, интернет есть не у каждого дома, не всем доступен, особенно лицам пожилого возраста, в органы власти, в администрацию района. Если придешь, там может не быть чиновника на месте. – И в этом и преимущество МФЦ, именно в этом, да? – А если человек приходит в МФЦ, то, во-первых, там время ожидания в очереди 15 минут, не более 15 минут, комфортные условия, ожидания обеспечены. Ну и вежливое, корректное обращение специалистов МФЦ, которые готовы ответить буквально на любой вопрос и проконсультировать, и помочь, там, пакет документов подготовить, отксерокопировать документы, может быть, что-то распечатать. И поэтому стратегическая задача, конечно, которая сейчас стоит перед органами власти, всех уровней, я бы сказала, это перенаправление потоков заявителей в МФЦ. – Основным преимуществом для заявителей является возможность формирования вежмедовственных запросов операторами МФЦ, что облегчает процесс подачи заявок гражданами и юридическими лицами. – Все документы, необходимые для оказания услуги, будут запрошены у ведомств? – Заявитель приносит в МФЦ усеченный пакет документов, все недостающие документы оператор МФЦ запрашивает через систему межведомственного и электронного взаимодействия у других органов, федеральных органов, республиканских органов. Я хотела бы отметить, что органы власти федеральные, республиканские уже оценили плюсы предоставления своих услуг именно на базе МФЦ. – Ну и меньше людей у них в учреждениях присутствуют. – В учреждениях, да, не отвлекаются они на общение с гражданами, минимизируются риски. – Более системное делается. – Коррупционерное. Но в администрациях муниципальных образований еще административный ресурс применяется не в полной мере, я бы сказала. Такая небольшая проблема есть. – Также к преимуществам использования МФЦ для заявителей стоит отнести более удобный график работы. То есть это не только рабочее время, но и… – Ну там есть вечернее время, да, и выходные, по-моему, да? – То есть это удобно. А если мы говорим про предоставление услуг в электронном виде, то заявитель вообще не ограничен, он вольно сам выбирает, в какой период времени это удобно ему сделать. То есть ему необходим только доступ в интернет. – Мне кажется, что в Чувашской республике достаточно продвинутые пользователи интернета, в том числе и пенсионеры. И год от года их становится все больше и больше. – Да, да, они на курсы на всякие ходят, там активно очень ведут наши пенсионеры себя в интернете, в Чувашнете. А Инна Николаевна, а вот пришлось каким-то образом приводить нормативные правовые акты Чувашской республики для того, чтобы многофункциональный центр заработал более адекватно, более корректно и полезно для людей. – Законодательными актами я раньше предусматривала, что документы могут гражданами подаваться только исключительно в органы власти и получать результат услуги человек тоже мог только в органе власти. Вот 133-м федеральным законом были внесены изменения в 40 законодательных актов Российской Федерации, которые как раз снимали вот эти ограничения. И, соответственно, мы тоже приводили свою нормативную базу в соответствии с этим законодательным актом. Это и в сфере природопользования, в сфере социальных отношений, в сфере миграции, недвижимого имущества. Ну, достаточно широкий перечень, практически все услуги он затрагивал. И внесли мы изменения в административные регламенты, в которых прописали, что услуги теперь могут оказываться в многофункциональных центрах, что документы принимаются там, и результаты могут там выдаваться, что многофункциональные центры взаимодействуют при приеме документов с органами власти с помощью межведомственного взаимодействия. То же самое было сделано и по нормативным актам органов местного самоуправления. Ну, вот чисто технологически, как я понимаю, и прихожу я в МФЦ, отдаю документы в это самое одно окно, и дальше за меня бегают какие-то другие люди или работают электронные базы данных. Именно этот процесс и происходит во всех 26 многофункциональных центрах, которые на сегодняшний день функционируют в республике. Вот в каждом-каждом районе у нас? В каждом административном центре у нас открыт многофункциональный центр. Кроме того, для того, чтобы обеспечить охват и сельского населения... Более активно. Более активно. В небольших населенных пунктах у нас созданы удаленные рабочие места у полномоченного МФЦ, которые при Минэкономразвитии функционируют. И вот эти вот офисы, эти удаленные рабочие места, они были созданы как раз на базе модельных библиотек. 232 библиотеки стали удаленными рабочими местами и подключены к единой системе обработки заявлений. Именно библиотекарь в этом случае является оператором, принимающим документы от граждан и отправляющих в выполномоченную организацию. А что из себя представляет система АИС МФЦ? После приема документов от заявителя формируется электронное дело, которое включает в себя электронные образы всех документов. Подписывается квалифицированная электронная подпись сотрудника, принявшего документы. И все эти образы документов в электронном виде отправляются в ведомство, оказывающее услугу. При этом используется единая система документа оборота органов власти Чувашской Республики. Также для граждан реализован сервис, позволяющий отслеживать статус рассмотрения заявлений как средствами портала государственных услуг регионального, так и посредством СМС. К сожалению, данная функциональность доступна только для заявителей города Чепоксар. Но в планах распространить эту практику на всю Чувашу. Что меняет в жизни чиновников на создании многофункционального центра? Им же все равно эти бумажки все собирают. Взаимодействие с федеральными органами осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия. Тогда как взаимодействие с региональными органами в Чувашской Республике реализовано посредством опять небезызвестной единой системы электронного документа оборота органов власти. То есть все информатизировано, если я так правильно понимаю. Да, то есть есть возможность отправлять межведомственные запросы полностью в автоматическом режиме. Для этого же столько лет базы данных создавали. Наконец-то они будут востребованы. Я искренне радуюсь этому человеку, понимающему, что что-то в этом процессе. А скажите, пожалуйста, универсальная электронная карта, она может быть таким ключом в работе человека с услугами, которые он получает в МФЦ? Да, вы абсолютно правы. Минэкономразвитие Российской Федерации регламентирует использование универсальной электронной карты в муниципациональных центрах в качестве средства для идентификации гражданина, так и в качестве средства для квалифицированной электронной подписи. Для тех людей, которые еще думают идти, им получать эту универсальную карту или не идти, мы так активно, я им это думаю, рекомендуем, да? То есть в дальнейшем... Упростит их взаимоотношения. Упростит взаимоотношения с органами власти. Наличие карты УЭК облегчит получение услуг в электронном виде. На данный момент ведется активная работа по внедрению инфраструктуры УЭК в деятельность многонациональных центров. На данный момент АСМФЦ поддерживает эти требования, но требуется решение ряда административных задач и дооснащение многонациональных центров специализированным считыванием смарт-карт со встроенной клавиатурой. Ну, в течение какого времени УЭК начнет работать в МФЦ прогнозы? Я думаю, что в ближайший год-полтора вопрос будет решен. А вообще вопрос защиты баз данных, да, требований к каналам связи, как с этим вопросом состоит? Построенная система полностью удовлетворяет требованиям федерального и местного законодательства. Ну что ж, завершая нашу программу, уважаемые эксперты, я хотела бы задать такой вопрос. Мне известно, что должны проводиться социологические опросы удовлетворенности граждан Чувашской Республики вообще оказанием государственных муниципальных услуг. Что там они показывают, эти соцопросы? Результаты этих социологических опросов, которые проводятся у нас ежегодно на протяжении последних пяти лет, показывают, что, в принципе, люди удовлетворены, качественные предоставляемые государственные услуги, так, общий уровень удовлетворенности в 2013 году составил 79,6%. Но это уже 11% не достает до указанного Путиным, да? Да, это немножечко не достает до тех 90%, которые установлены в указе президента России. 90%. Общий уровень удовлетворенности 79,6%, как я сказала, но он складывается из четырех критериев. Это уровень качества, уровень доступности услуг, уровень административных барьеров и уровень коррупциогенности. И вот если говорить об уровне качества услуг, то граждане оценивают его достаточно высоко. 94% граждан считают, что у нас очень высокий уровень оказания этих качеств и услуг. Это хорошо. Это хорошо. И вот если сравнивать со среднероссийским значением показателя, вот этого показателя на качество услуг, то в среднем по России это 88,9%. Но, как мы видим, у нас все-таки уровень повыше. И, мне кажется, граждане именно по достоинству, наверное, оценили старания правительства и республик именно по созданию таких вот центров. А коррупциогенность как оценивается? Уровень коррупциогенности недостаточно высокий, 8%. А вот если говорить об уровне административных барьеров, то граждане считают, что у нас еще высокий. 57% граждан это отметили. А это сказывается? Тот факт, что, может быть, многие не знают про этот многофункциональный центр и считают, что по старинке надо бегать по чиновникам? Ну, я думаю, что да, сказывается, потому что здесь ведь оценивалось еще, сколько раз гражданин обратился с подачей документов, какой большой или небольшой пакет документов он принес в органы власти. В идеале-то он должен прийти в МФЦ один раз? В идеале, сдать документы и получить. Но, в принципе, в МФЦ так и приходит, как правило, один раз для подачи заявлений. Но если мы говорим о приеме заявлений на базе органов власти, то там, конечно, уже бывают такие факты, что чиновники заставляют доносить какие-то бумаги или вместо одной бумаги принести другую. Такие факты тоже есть. Вот это и оценивается как барьер. И это оценивается как барьер. Ну, еще и то, что большой пакет документов приходится. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, я надеюсь, что мы были вам полезны, рассказав о том, что такое многофункциональный центр. И я думаю, что многие из вас уже задумаются, куда идти? По коридорам или все-таки в одно окно? Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!